Вот мы в Нижнем, вышли к набережной, нам надо перебраться на ту сторону реки, здесь уже начинается что-то интересненькое. Вон Собор Невского. Естественно, Площадь Ленина и ярмарочный дом. Предполагаю, что это 9 мая. Я, кстати, еще какую-то военную машину видела. Я бы вообще потеряла. Нет, он вниз пошел. Я не знаю, что я снимала, но тоже ничего не вижу. Такая точечка на небе. Вау! Молодец! Мы прямо поражались этой папочке, что женщина не всегда может совладать чемоданом, а у парня две свободных руки и он просто такой, ну типа, женщина, ты можешь справиться сама. Такой веселый город. О, смотрите, ретро-машинки. О, ретро-машинки, прикольно. О, наша Волга! О, наша Волга! О, наша Кожина вспомнила себя. Масло, что это такое дерево. Дом Горького, в котором провел детский год Алексей Максимович. Это наш динамик, начинающий, поэтому работаем бесплатно за отзывы. Здание Госбанка. Сюда выставили образцы военной техники, которые, как я понимаю, изначально на территории Кремля. Хотя ничего не видно, потому что куча народу и все облеплено в детях. Но там, в общем, танки. Это уже Волга. Волина Мамы. Личный огонь. Это Чкаловская лестница. Есть легенда, что если поднимешься по этой лестнице, пересчитав все ступеньки, твое желание сбудется. Но я сократила путь. А девчонки где-то там идут. Что-то я их даже не вижу. В общем, поднимется, спросим, сколько они там насчитали. А, вон они. Сам-сам внизу. Скоро начнется их путь. Ну, в общем, все стандартно. Ступеньки пересчитал, твое желание сбудется. Я решила не идти, так как я ленивая. И мои желания все равно и так сбываются. Это около Нижегородского Кремля. И вон там, наверху, памятник Чкалову. Вон идут девчонки. А я, получается, вот отсюда зашла. А вот и Катюшка. Первая. Короче, я плюнула, считать эти ступеньки. И так у меня все сбудется и все будет зашибись. Вот. Так же подумала я, только решила даже не подниматься. Ну, просто прикольно. Мне кажется, что тут больше 500. И все. Дальше ты забыла, да? Да. А у тебя как впечатление, Катюш? Встало? 322. Хм. Как разнятся их показания. А я потом бросила на 270. Я бросила. Ну, еще. Дальше. Выше. Выше? Конечно. Эта, давайте сводкаемся. Давайте выше. Дальше. Вечерний Нижний. Там стадион и собор Невского. Слияние Акини и Волги. Простите оговорочек. Да, мне тоже нравится. Набережная очень классная. Ура! 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 А божа я рач. Ура! 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 Вам aren't! Ура! 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 Классная музыка! Ура! Этильныйay! Ура! На дальнем пограничье represents You speak!!! Субтитры делал DimaTorzok Дошли мы до канатной дороги, отправимся на другой берег Волги в город Бор. Вот мы в городе Бор, это Площадь Победы, это тоже образцы военной техники выставлены. Субтитры делал DimaTorzok Вечный огонь О, это такой интересный, но не нужно, чтобы его оставили наверх, потому что там можно только слить. Пчерский Вознесенский монастырь. Говорят, там очень тихо, спокойно, умиротворенно. Проверим. Аллея с бюстами правителей разных времён. Нижегородский острог. Бывшая тюрьма. Сейчас здесь располагаются офисные здания. Максим Горький. Вот такая вот она. Особо непримечательная. Галерея Кремля. А! А Дмитровской башни. Памятник Минину и Пожарскому. И это, будь здорово, Бугровская ночлежка. Ставшая прототипом ночлежки пьесы Горького на дно. Выглядит, кстати, очень-очень фешенабельно. Гуляем по Большой Покровской улице. 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 Нижегородский стрит-арт. Мы на стрелке. Слияние. Приехали. Ака. И Волга. Ветер сумасшедший. Не знаю почему, но вход в парк закрыт. И нам приходится вот такими способами преодолевать. Аккуратно. Аккуратно. Блин, видите? Нет. Аккуратно. Аккуратно. А-а-а. Что? Все? Продолжение следует...